Солнце И мы начинаем! Ну давай, давай. Да. Это съедобно или нет? Что, тогда или нет? Нет. Иначе бьюзик его съел уже давно. Распоказывай. Так. Значит, это что-то, что находится у нас в доме. О. Диван. Стол. Холодильник. Ну что, что еще не съел юзик? Тихо-тихо, сейчас отгадаем. Значит, кто это принес в дом? Тараканы. Какие это тараканы? Первое, что в голову пришло, извини. Значит, аккуратнее с высказыванием. Значит, я понял. Значит, это такая картонная коробка, а в ней стеклянная литровая бутылка. Я не знаю, чтобы я еще что-то в дом приносил, я не помню. Так, все, ребята, хватит. Давайте я скажу слово, потому что вы до утра будете отгадывать. Это гибискус. Покажи, Юра. Гибискус. Чего? Гибискус. Гибискус. Зачем ты сказал? Они уже были близки. Да. Чуть-чуть подумали и вышли бы на это. Гибискус? Что это? Что это? Что это? Хотите сказать, что я в дом принес какую-то бактерию? Зараза какую-то? Что это вообще такое вот это? Гибискус. Нормальное слово. Это цветок такой. Между прочим, ты его на 8 марта Ленке подарил. Да не надо мне рассказывать. Действительно. Я подарил в горшочке цветочек такой. А что такое гибискус? Гибискус. Все, все, все. Давайте я загадаю слово. Это будет имя гостя, который сегодня придет к нам в дом. Так. Легко. Ну давай. Джека, давай. Что, серьезно? Да? Сейчас. На первой же секунде отгадайте. Готовы? Давай. Смотри. Давай. Что-то ничего не понятно вообще. Слушай, а он в кино снимался? Во. Нормально ты облегчил задачу. Ну какой из наших гостей в кино не снимал? Это он мужчина? Вот. Уже легче. Осталось из тысячи выбрать одного. Ага. Лысый. Лысый. Лысый мужчина. Он танцует. Владьяма. Не знаю. Панкратов черный на лысо побрился? Бандерчук научился танцевать? Ну кто? Ну, может, поплавский? Я просто давно его не видел. Да. Я бог его знает. Ой, ребята. Дорогие друзья. Встречайте. У нас сегодня в гостях Дмитрий Хрусталев. Попала. Аааааа! Ааааа! Аааааа! Ааааа! женщин. Димочка, здравствуй, дорогой. Во-первых, спасибо, что прилетел в Киев, что пришел к нам в гости. Ну, честно, мы искренне рады тебя видеть. Не мог отказаться от такого приглашения. Тем более вам, давно вас не видел, сколько лет уже. Обожаю Киев, честно. У нас в доме мы не задаем гостям каверзных вопросов, мы не копаемся в их интимной жизни, не устраиваем каких-то скандалов, сплетен никаких не обсуждаем, интриг. Самые простые, обычные. Опросы, на которые мы хотели бы услышать простые ответы. Да, я с удовольствием. Можно? Да, давайте. Правда ли, что Хрусталева не пускает в стрип-клубы, потому что он отбирает хлеб у стриптизерш? Правда ли, что Хрусталев в шоу-бизнес попал через окно? Правда, что по выходным и праздникам подменяешь в мавзолее Ленина? Вот этих вопросов не будет. Зададим мы тебе обычные. Я настроился уже. Мы вас узнали уже, конечно, первый раз на фестивале Сочи. Был определенный фурор в КВН-овских кругах, когда приезжала питерская команда, потому что все-все шли посмотреть, что вы показываете. С вами какой-то, не знаю, оставался шлейф такой какой-то стиля, моды. Вы были, у вас были такие шутки, да. Какие-то шутки, юмор другой. Да, женские футболки были. Не женские, а унисекс. Не надо, Витя Васильевна. А Витя Васильев сказал, что женские. Нет, Витя Васильев может быть и в женских выступлениях. Витя Васильев может быть до сих пор, ты считаешь, что в женских женских. Нет, ну, Митька, я думаю, что вы чувствовали какое-то повышенное внимание. Нет, конечно, поджимало, поджимало. Унисекс он такой. Да. Ну, так вот, вот когда уже, ну, на самом деле, так ярко выступили первый раз на сочинском фестивале, на следующее утро в сочинской гостинице проснулись уже знаменитыми? Или это произошло уже? Ну, это тоже не сразу произошло, это постепенно началось. Вы почувствуете? Меня лично всегда узнавали на улицах в той или иной степени. Просто чем больше популярность, тем больше людей на улице узнавало. Ну, наверное, после Путина, да, больше вошло? Поэтому это постепенно. Когда... Помнишь? Нет, после Путина, как бы, еще один контингент стал за мной следить. Еще один человек стал. Еще фанаты прибавились. Еще фанаты прибавились, да. Именно следить, да. Но однажды, Димка, просто, ну, извини, но мне очень было смешно это читать. Ты занял первое место в конкурсе... Третье. Третье. А, третье, извините. Первое у меня никогда не было. Третье место в конкурсе «Король карнавала», уступив первенство Евгению Плющенко и Сергею Шнурову. Это вообще... Ой, 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 ой. Что за конкурс такой? Мат, словарный запас, мат, а не хватало. А тебя «Король карнавала» не удивляет? А вы все это посмотри. Не удивляет. На коньках, неверно. Слушай, да. Для меня этот эпизод в моей жизни прошел как-то мимо. А мы поджали. Просто это в средствах массовой информации так распиарили. Распиарены. Что теперь меня все время спрашивают, как там «Король карнавала». Просто день города, 27 мая, каждый год проходит день города Санкт-Петербурга. И устраивают карнавал псевдо. Не такой, как в Бразилии, а из папье-машей что-то наделают и по-невскому. В стрингах вы не ходите, да? Нет. Слабоватый карнавал. Пиши по Санкт-Петербургу, что вот претенденты, Сергей Шнуров, музыкант, Евгений Плющенко, фигурист, Дмитрий Хрусталев, безработный. Вот так вот было написано. Пиши безработный. Ничего себе. Я сначала обиделся, потому что это же бабушка моя увидит, она всю жизнь хотела, чтобы я инженером был. Вставал в 7 утра, шел на работу, ну и стоит традиционно. А тут пишут безработный, что-то побузил, а потом, нифига себе, класс. Для налогового, да? Но, тем не менее, вот это безработный или нет, но популярный, это раз, успешный, это два, после КВН, там, Камеди Вумен и так далее. Много проектов. Ты стал маломальски зарабатывать, купил себе крутую машину. Маломальски это ты, да, ключевое, на самом деле. Да, я опять же для налогового, маломальски, да? Купился. В вашей стране мне-то, что ли? Да, да. А в своей связи есть. Тем не менее, за тобой эти приехали, поэтому они здесь повсюду. Так вот, купил себе крутую машину, да, Бентли без верха. Вот, и теперь стоишь крутой в пробке такой, да? Открыл крышу и балдеешься. Или в Питере нет пробок? В Питере есть пробки. Есть пробки, они постоянно ездят. Везде, где есть машины и узкие дороги. Интеллигенция пропускает друг друга, только после вас. Да, это культурная сторица. Да нет, что вы, проезжайте. На самом деле, я вам так скажу, я езжу за рулем и в Санкт-Петербурге, и в Москве. В Москве, во-первых, движение, вот такое, бабочка называется, когда этим надо туда, этим туда, в Питере такого нет вообще. И потом в Москве пробки из-за того, что люди хамски себя ведут и не пропускают. Я вас уверяю, если бы... Да, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Питере мы пропускаем друг друга, культура вождения есть, поэтому и люди успевают и не нервничают, а в Москве... Ты с водителем ездишь или сам будешь? Ой, ну я вас умоляю, ну какой водитель? Два. Не, ну че, два. Читают сценарий в это время, там, не знаю, разговаривают по телефону, то есть любишь водить, да? У меня нет денег на водителя, вот так скажем. Такой плюс-минус классический, наверное, вопрос, вот если гаишники останавливают. Что ты делаешь? Танцуешь, стихи читаешь. Или они сразу протоколы. Табуретка в багажнике есть, что вы сразу... Стих! Ну, я внимательно. Нет, в первую очередь я, конечно, не выпендриваюсь. Это у меня боязнь... Сразу говорю, пошклево! Я артист! Нет, такого нет. С представителями власти надо, нельзя ругаться, ни в коем случае. Я артист. О, примерно так, да. Даже я артист не говорю, узнали, и хорошо, не узнали, и слава богу. Потому что разные же люди бывают. Бывает, кто-то отпускает, а бывает, о, куш приехал! Значит, вы же там на телевидении деньги лопатой гребете. Да, да. И сразу богу. Ведерком нет. Бывает такое. Ну, Димка, мы не случайно спросили, мы хотим сейчас тебе предоставить возможность такую, поиграть в импровизации. Допустим, ну вот представить, да, тебя становляет девушка-гаишник. Она не только, скажем так, ну, гаишник, да, не только на службе, но она еще страшная твоя поклонница. Страшная меня пугает. Она симпатичная или так? Ну, она симпатичная, но такая. Ну, страшная. Инспектор ГАИ Маргарит... Ух ты! О, это вы, да? Да, это я, да. Извините, я просто не верю. Ой, мамочки, как во сне, ущипните меня. Зачем? Не, ну, щипайте, щипайте. Мне же надо подружкам рассказать, что это... Да ну, кто так щипает? Нормально, чтоб синяк остался, не поверит же никто. О, сейчас хорошо. Это вы. Да, да, это я. Извините, пожалуйста, я опаздываю. Можно я поеду? Вам что, со мной совсем не интересно? Нет. Мне с вами интересно, я... Мне очень нравится, с женщиной в форме, но я просто опаздываю. Ну, правда, пожалуйста. Я поняла. Ладно, давайте ваше право. Пожалуйста. Блин, Дмитрий Юрьевич, вы такой фотогеничный, класс. Простите, а можно я их себе на память оставлю? Подождите, а если меня остановят без прав? Боже мой, ну а я зачем? В общем, вот мой телефончик. Неважно, кто-то остановит или просто станет одиноко. Вы звоните, я подъеду в любой момент. Пожалуйста. Товарищ рядовой. Ну что так официально? Просто Марго. Товарищ Марго. Да, да. Ну я правда опаздываю, мне на съемки надо. Ну пожалуйста, можно я поеду? И права у вас там... Ничего, ничего, вы еще скажите, что вы ничего не нарушали, да? Я ничего не нарушал. Конечно. А как же мой покой? Слушай, у меня все нормально. У меня огнетушитель в машине есть, этот ремень безопасности есть, аптечка есть. Аптечка? Димочка, вы что, болеете, да? Да не вали, я опаздываю, ну пожалуйста. Ну ладно, погодите секунду. Алло, вторая, вторая. Света, Света, блин, ответь, что ты молчишь. Света! Света, я только что Хрусталева остановила, прикинь. Да нет, не Хрусталик в глазик вставила, а Хрусталева Диму из комедивума остановила. Света, Света, прием, Света, что ты молчишь? Света! Ух, ничего, женька себе. Подкрепление прибыло. Слушай, старший сержант Казанина. Слушай, ты антилопа, а как это ты с Харьковского за 7 секунд до Крещатика прискакала? Товарищ рядовая, как вы разговариваете со старшей по званию? Ой, началось, Димочка, вы не смотрите, она не только по званию, она и по возрасту старшая. Слушайте, я могу вас попросить, вы здесь сами разберите, а я поеду, я опаздываю. Слушайте, у меня от вас уже в глазах двоится, ну и правда. Да он пьяный. А ну пройдитесь, я говорю, пройдитесь. Ну хорошо, я пройдусь, как вам пройтись? Так вам пройтись, я могу, могу, вот так. Ой, а давайте еще вот так, вот так. Так, 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 товарищ рядовой, а ну оставьте покой подозреваемого. Слушай, а что такое мой подозреваемый, что хочу с вами делать? Знаешь, в чем я подозреваюсь-то? А вы вообще молчите, сейчас наркотики подброшу, буду знать. Наркотики? Да, нет, это не пойдет, задумался даже. Слушайте, ну пожалуйста, ну я опаздываю, ну можно я поеду? Ну все, до свидания. Стоять! Вам нужна машина сопровождения, так быстрее будет. Не нужна мне машина сопровождения. Нужна, нужна, хорошо. Не нужна машина, мы поедем с вами. Да. А, чур, я впереди. Ну хорошо, тогда мы с Митей сзади. А, чур, я за. Пойте. А, у меня права остались. Вот, мы переместились на кухню, а это моя территория, я здесь главный. Ух ты, да, ты главный? Да. Я тебе, Юзик, об этом напомню, когда вот до мытья посуды дойдет, я с удовольствием напомню. Нет, не начинаю. А я начинаю. Первый вопрос. Да. Скажи, еще раз из России. Он придется себя держать в такой форме. Диета, спортзал. Женщины. Женщины. Что? Что? Женщины постоянно треплют нервы. А на нервах худеешь. Правильно? Ну, кроме Юзика, конечно. Юзик, когда нервничает, он ест, а нервничает он постоянно. Я, кстати, когда нервничаю, могу и в дыню дать. Не надо меня пугать, я тебя прошу. Слушай, ну. Так, ребята, ну, спорту. Воскресенье с кварталом. Продолжим. Тут Женя срочно куда-то понадобилось просто. Ага. То ли в больничку, то ли еще куда-то. Я так толком и не понял. О чем вы тут говорили? Да я спрашивал у Мити, как он, как удается держать в такой форме. Одному лысому вопрос задали, другой неправильно ответил, ушел. Сейчас был такой волшебный пендель. Ты пропал человек. Ты вопрос слышал? Вопрос я слышал. Я просто опасаюсь дискутировать с Юзиком на тему масштабности физиологии. Ничего, ничего. Как себя хорошо... Еще раз, можно вопросы? Как удается держать себя в такой форме? У меня хорошая форма. Хорошая, да. Здесь Лена сказала. Не, ну просто, да, Митьку знаем уже давно, а он все не меняется, только хорошеет. Ну, во-первых, я не пью алкоголь. Вообще, да, надо. И, конечно же, правильно питаться не всегда получается, но надо. И женщины. У меня с детства была мечта, когда я вырасту, стану большим начальником, и у меня в подчинении будет очень много и все женщины. О-о-о, вот это... А что мешает тебе сейчас? Сутенером хотел стать. Между прочим, до тебя здесь Женя сидел, тоже чуть-чуть поговорил, поэтому, ну, спокойно. А я думал, он лысых не любит. Вот, кстати, мечта моя не сбылась только из-за них. Понимаешь? А у тебя это получилось? Да. Ну, на самом деле, да, Димка, мы даже с тобой чем-то похожи, потому что я вот одна на сцене среди мужичков, а ты один среди... Ну, в таком цветнике. Мужички. Да, как ты? Мужички. Ну, я не знаю, пацанов, я могу сказать, среди пацанов. А там один мужичок. Расскажи, Витю, как ты среди них, как ты в этом? Я, как юзик, к этому не стремился всю жизнь. Так получилось. Да. Вот, я с уитенером не хотел... Так, так получилось. Пригласили. Ну, как ты там защищаешься? А тебе нравится? Мне нравится. Ну, мне грех жаловаться. Ну, да. Честно. А вот здесь я не шутил. Есть еще одна роль, за которую, я думаю, тебе не стыдно сто процентов. Это одна из первых, наверное, таких очень заметных, очень стильных, стиляжных пародий на Владимира Владимировича Путина на Юрмальском фестивале КВ. В 2000 году, да. В 2000 году мы все были убраны вообще этим вашим номером, все его обсуждали в тусовке, но вы наверняка знаете, что такой резонанс большой получил. Это смелый шаг был изначально. Ну, в то время резонанс имело именно то, что это впервые. Шутки были хорошие. Да, да, да. Шутки были прям туда. А то, что я прям идеально его сделал, порой это нет. Конечно, да. А, конечно, конечно, мы на Украинском фестивале. Доверенным лицом Путина тебе не предлагали стать случайно? Ну, вы же с одного города вроде бы все-таки. У нас, кстати, по закону, кто из города президента, тот имеет право становиться каким-то высокопоставленным начальником. Да, у нас такой закон. Митька, в общем, смотри, у тебя на самом деле по российским канонам рост, стать, фактура, соответствующая должности самого высокопоставленного начальника. Поэтому, ну, тут, извини, мы тебя не спрашиваем. Соглашайся принимать участие в... Придется в любую реализацию. А вы можете вот то же самое, но на российском телевидении потом сказать. Конечно. Мы, мы, да. Да. Молодцы. Молодцы. Воскресенье с кварталом. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Как ты, Ёханый Бабай, принесла ж нелегкая. Как узнал, как меня зовут? В каком смысле? Ну, это Бабай Алимханович Ёханый Я. А, вот что. Ну, присаживайтесь. Да, спасибо. Бабай Алимханович. Алимханович. Алимханович, садитесь, пожалуйста. Да. Ну, рассказывайте, с чем пожаловали. А, это же это, вы беременное лицо Путина, да? Доверенное. Да, да, доверенное. Доверенное лицо Путина. А, это, да, просьба у меня будет к тебе. Проверенное лицо. Доверенное. Да, доверенное. Доверенное, да. Ну, если сам Путин тебе доверяет, то я тоже ж могу довериться, да? В каком-то смысле, да. Да. Да, пожалуйста. Слушай. Для этого сижу здесь. Я у тебя сумки пока оставлю, ну, по Москве пока погуляю, да? У тебя постоять. Ну, по-моему, Алимхановичу, это не совсем в моей компетенции, пожалуйста. Вот это не стоит, не, просто расскажите, зачем вы пришли? Про что хотите поговорить? А-а. Про что? Прописька. Не понял? Прописька. Московская прописька нужна мне. А-а, вы в этом смысле. Вам нужна московская прописька. Это, на самом деле, не очень просто. Ну, самый, самый легкий способ получить московскую прописку, это жениться на том, у кого есть московская прописка. Ага. А у тебя есть прописька? Так, в этом отношении даже и не думай, Баба Алимханович. Я гетеросексуально настроенный человек, и нет, не буду. Есть еще один вариант. Да. Вы, Баба Алимханович, можете устроиться на работу и получить временную регистрацию. Временную? А всевременную можно получить? Немеренное лицо? Нет, нельзя, и я доверенное лицо. Доверенное, да. Так, давайте начнем вот с чего. Кем вы умеете работать? Ну, вообще, я хотел бы работать, как вы, этим, этом, уверенным, немеренным лицом Путина. Доверенным лицом Путина. Но, вы знаете, доверенным лицом Путина... Стать не очень просто. Не, а-а-а-а, я понял, ща. Путина. Ща. О, держи. Что это? Это брезент. Ну, какой же это брезент? Это платок. А в платке брезент, разверни. Это изюм. А-а-а. А-а-а. Презент. 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 А-а-а, вот чем дело. Что ты делаешь? Выплюнь, выплюнь. Это не тебе презент. Это Путина презент. Мы ему не скажем. Вообще, забирайте свой презент и... Нет, собери себе наплеванный. Так, давайте по существу. Что вы умеете делать? А-а-а, могу, я могу, много могу, могу шаурма продавать, могу, да. Хорошо, а что еще умеете делать? Могу не продавать, лишь бы прописка порутить. А-а-а. Что еще? А-а, ну еще. А-а, могу, могу крутить этот, а-а, барабан могу крутить. А, баранку, водителем хотите быть, да? Нет, не водителем. Якубовичем крутить барабан. А-а, нет, Якубовичем. Так, подождите, давайте вот начнем с главного. Вы вообще где прописаны? Паспорт, паспорт давайте. А-а, нет, нет паспорта. Как нет паспорта? Нет паспорта. Есть, презент есть. Нет, это мы разобрались. Подождите, а как же вы, подождите, границу пересекли без паспорта? На поезде. Холодно было, жуть, ухо. Что, не топили в поезде, да? В поезде топили. На поезде не топили. Холодно было. Так, ну, вам сначала нужно достать паспорт. Для того, чтобы работать на территории Российской Федерации, нужно достать паспорт. А у тебя есть паспорт? Мой паспорт, Бабай Алимханович, вам не подойдет. Слишком разные национальности. Знаете, что мы сделаем? Вы сейчас, Бабай Алимханович, идите с сумками, с сумками идите. Я куда нужно позвоню, попробую договориться. И дня через два, три, четыре. Спасибо, спасибо тебе, это, своевременное лицо. Я в коридоре пока две недели не постою. Ты, ёханый Бабай. Что, готова уже? Да нет, не готова. Да что ж ты будешь делать? Да что ты делать? А, Бабай-то не настоящий. Прическу себе сделает, прическу. Друзья, у нас гостя был шоумен, прекрасный артист. И вообще, она хороший друг. Минька Крусталев, аплодисменты тебе, спасибо за хорошее настроение. Юрта, спасибо огромное. Приезжай еще. Обязательно. Девочкам привет. Окей. Воскресенье с порталом. Ничего себе. Вы слышали, Виагра распалась. Нормально. Ты чё, с дуба рухнулся уже? Чего? Посмотри, журнал-то. Декабрь прошлого года. Ты бы еще нас удивил новостью, что Пугачева за Галкина вышла за муж. Это мы потом разберемся, почему я этого не знаю. Виагра, вот как без нее-то теперь? Жень, ну не принимай так близко к сердцу. Там уже начался новый кастинг. Через время эта группа опять появится. Во. А пока она не появилась, у нас есть реальный шанс заработать. Это ты на что сейчас намекаешь? Ну, слушайте, сами посадите. Нас тут трое. Так. Черненькая, светленькая. И лысенькая. Не лысенькая, а универсальненькая. На мою светлую голову парик любого цвета подойдет. Ну и как ты представляешь себе это убойное трио? Очень просто, Юрчик. Очень просто. Значит, девочки разошлись, а костюмы и фонограммы остались. Жень, да разве что слепой не разоблачит это трависти-шоу. Правильно. Правильно. Поэтому гастроли мы начнем с пансионатов для людей с проблемами зрения. Ты вон смотри. Привет, мужики. Чем вы тут без меня занимаетесь? Ничем. Если мы еще и тебя возьмем в наше дело, то нас слепые точно разоблачат. Не понял. Юзик, да все нормально. Просто Женя немножко у нас с катушек взлетел. Не обращай на них. Ты, кстати, слышал, что Viagra распалась? Ну, конечно, слышал. 12 лет просуществовали. Я, можно сказать, на их песнях вырос. А я все гадаю. Че ж ты так вымахал-то, а? А ты, оказывается, на Viagra все. Короче, нам нужен человек, который нам расскажет, как там у них все было и чем нам нужно заниматься. Точно. А мы тут тебе не раскладываемся. Ребята, посмотрите, кого я вам привела. Ух ты! Я пел человек. Нафиг. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Ева Бушмина. Да. Ой, как радость. Тааша, Ева, нам и расскажет. Проходите, пожалуйста. Воскресенье с порталом. Друзья, сегодня у нас в гостях замечательная блондинка, экс-Viagra и будущее поп-дива Ева Бушмина. Ну, знаете, как с президентами в Viagra не бывает экс. Если ты солистка Viagra, то ты уже... Есть что-то добавить к Степану Лести? Я согласна. Даже маловато как-то было. Я только расслабилась, только начала получать удовольствие. Все так закончилось. Ева, ну расскажи, как дела, что нового? Потому что нового в твоей жизни в последнее время произошло, по-моему, предостаточно. Да. Да. После ухода из Viagra я начала свою сольную карьеру. Я выпустила первую песню, я сняла на нее клип. И надеюсь, что вот вскоре выйдет и следующая песня. А кто написал песню? Песню написал Дмитрий Монатик. Это такой парень, он композитор и танцор, как я совершенно недавно узнала. И певец, и вообще талантлив во всем. Интересно. Он написал и музыку, и слова, да? И музыку, и слова, да. И танец поставил. И спел. И танцевал. И снял. Ну, хорошо, скажи мне, как Светленькая, Светленькому, считаешь себя настоящей блондинкой? Ну, как вот люди воспринимают, о, блондинка. Да, мне кажется, это вообще какой-то такой страшный стереотип. Кто-то, кто-то испортил всех девушек. Это то просто. Да, да, я знаю. То есть, неправда, что космонавты во время, там, перегрузки испытывают те же ощущения, когда блондинка читает книжку. Я не знаю. Ну, или что блондинку можно ввести в ступор, подарив букет цветов и две одинаковые вазы. Да. Или вот еще стереотип, наверное, что блондинка открывает пакет с молоком прямо в магазине, потому что там написано «открывать здесь». А вот смотрите, 15 секунд эфирного времени. Просто. О чем бы мы с вами говорили, если бы не блондинки вообще? Конечно, конечно. На секундочку. Или лысенький. Как мы вообще приукрасили жизнь? И вообще сколько поводов? Наверное, стереотип, да? Ну, мне кажется, никак не зависит цвет волос от какого-то умственного развития. Да? Конечно. Хорошо. Что такое синхрофазотрон? О! Скажу сразу. Это слово. Во! Во-первых, бомба! Что означает слово? Ну, обозначает оно протонный синхротрон. Ну, скажем так, со слабенькой фокусировкой. Все? Ну, все-таки. Все съели, лысенькие, брюнетки, светленькие. Вы знаете, сколько учили это с Евой? Боже мой. Ну, тем не менее, тем не менее, мы же готовились, как же все пойдет кувырком. Ева, мы сейчас попробуем предложить тебе. У нас же, ну, воскресенье с кварталом не было бы, воскресенье с кварталом, если бы мы не предлагали гостям некие скетчи. Смотрим номер про блондинку-гаишницу. Воскресенье с кварталом! И мы начинаем! Стоять? Отлично. Так, а что такое, в чем дело? Здравствуйте, старшая лейтенантка Бабушкина Елена. Ваши бумажки. Какие бумажки? Может, документы? Какая разница? Бумажки, документы, давайте, что у вас тут? Так. За рулем пили? Нет, не пил, нет. Я, вообще-то, последний раз пил недели две назад, поэтому... Да. Но все равно придется пройти тест. Да что он тест покажет-то? Я же говорю, две недели прошло. Молодой человек, вы такой вообще странный. Две недели – это как раз тот срок, когда тест уже может многое показать. Да, так что давайте скорее писайте на трубочку. Что, извините? Ну что, я не знаю, что вы там с этими тестами делаете. Делаете что-то, вы же... Вы можете вообще сказать, за что вы меня остановили вот сейчас, а? Вы что, шутите? Вы проехали на верхний. Да я проехал. Какой верхний? Что вы... Молодой человек, Юрий Николаевич, вот светофор видим? Верхний какой? Красный. А мы даже не знаем, какой у нас верхний. Замечательно, замечательно. Так. А почему пользуемся резиной без пупырышек? Извините, что? Что, что? Я спрашиваю, почему мы ездим на не на пупыренной резине? На не на шипованной резине, да, наверное? Какая разница? Хорошо, я обязательно на пупырю резину, а сейчас я могу ехать уже? Нет, сейчас не можете, я вас еще никуда не отпускала. Что-нибудь странное, подозрительное на дороге замечали? Кроме вас, ничего. Хамим, да? Хамим сотруднику дорожной инспекции? Хорошо. У вас в заду все в порядке? Вообще-то да. А почему вас это интересует? Как это почему? А вдруг вы там труп везете или, я не знаю, что-нибудь запрещенное? Вы имеете в виду багажник, господи? Ничего я там не везу. Слушайте, давайте я уже это... Так, спокойно. С задом нормально все, ладно, поверю на слово. Что с передом? Открывайте перед. Капот вам зачем? Ваш капот мне не нужен. Я хочу вперед посмотреть. Давайте, давайте, открывайте. Пожалуйста. Спасибо. Посмотрим сейчас. Так, ну что, Юрий Николаевич, вот мы и попались, как говорится, да? А что такое? Что это такое у вас тут? Это? Да. Значит, это комплектующие. Двигатель, карбюратор, там, ну, еще что-то, не знаю. Не знаем, что возим, да? Замечательно. Доставайте все. Как я оттуда все достану, вы что? Я не знаю. Как засовывали, так и доставайте. Да не буду я ничего оттуда доставать. Перестаньте. Отказываемся, да? Вообще без проблем. Составляем протокол. Составляй. Сейчас быстренько составляем. Да, давай, давай. Мы все счастливые разъедемся. Какое у вас транспортное средство диктуете? Седан, полный привод, 2 литра объем, коробка автомат. А на автомат разрешение имеется? Слушайте, вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Слушайте, что ли? Я не буду отвечать на ваши дурацкие вопросы. Так, а что значит не будете? Вы не имеете права. Да вы правда же моих не знаете. Я не знаю права. Вы не знаете? Да я вам могу их сейчас наизусть зачитать. Да, ну зачитайте, зачитайте мне мои проблемы. Пожалуйста. Давайте. Крапов Юрий Николаевич, водитель категории Б. Дальше читать. Как пеш какой-то, а? Кто вас поставил вообще сюда? Кто-кто? Муж меня сюда поставил. Сказал, что уже пора мне самой начинать на жизнь зарабатывать. Короче, давайте я вас за что-нибудь быстро оштрафую, а? Хорошо, а лучше знаете что? Вы сами напишите, что вы там нарушили, хорошо? Как это? Ой, и вообще, вы стойте тут за меня, а? Вот в этом магазине такие скидки, и у меня шопинг начинается, пожалуйста. Все сюда, пожалуйста. Хорошо? Э, вы что? Я думаю, что группа Вябра, как никто другой, привыкла уже к различным вообще, к желтой прессе, к слухам, сплетням вокруг себя. Самые, ну не знаю, ну нелепые вот случались? То есть, что вы о себе читали и просто, ну вот, хохотали? Ну то есть, было такое вообще? Ну, я просто помню столько слухов, и они такие все какие-то очень странные, и непонятно откуда взявшиеся, и поэтому там иногда уже не смеешься, а плачешь, думаешь, господи, даже надо было такое придумать, вообще такой кошмар. И особо там ничего конкретного я не помню, но то, что мы все беременные по очереди, то, что все уходим по очереди, замуж уходим все по очереди. Я думаю, боже, это я уже, наверное, должна быть с пятью мужьями, с пятнадцатью детьми, и просто, и еще и в губе Вягре. И мужчиной. И мужчиной, да. Да, и я уже мужчина. То есть, слухи, конечно, такие, не жалеют, не жалеют. Слушай, ты больше трех лет в Вягре, поэтому, естественно, должна разбираться, что происходило в этом коллективе. Мы подготовили тут ряд слухов для тебя. Ты сейчас должна будешь сказать, правда это или нет. Развею сейчас. Было или нет. Да. Хорошо. Готово? Готово. Поехали. Значит, правда ли, что Меладзе вначале хотел назвать группу полным названием Виагры, то есть средство для лечения проблем потенции цитрат силдинофила? Да, по-моему, аббревиатуркой должно было все это звучать. Ну, да. С-С-П-П... С-У-П-П-Ц-С-С? Да, да. Это первое название группы. Дальше. Правда ли, что за все время существования Виагры на кастинге побывали 342 женщины, 17 мужчин, 4 кота и один утконос, который, кстати, потом еще несколько лет ездил с Виагрой на подпевки? Ну, это не правда. Правда в том, что там еще и еноты были. А, да. Вы их тоже видели? Да, были. Вот еще один вопрос о кастинге. Правда ли, что Костя Меладзе принципиально не брал в группу мужчин? Ну, потому что сам когда-то не прошел отбор в Виагру. Ну, я не знаю. Что ты скажешь, да, вообще? По мусорам дарьям просто. Поехали дальше. Правда ли, что если всех участниц группы Виагра выстроить на сцене в одну линию и попросить спеть, то две крайние будут спеть в кулисах? Это я вам скажу правда и абсолютно серьезно. Потому что на нашем юбилейном концерте было именно так. Вот кому-то не повезло с двух сторон. Алло, алло, алло. Мам. Да. Вот еще. Правда ли, что если собрать все наряды Виагры в одном месте, например, в Бойерке, то жители этого города несколько лет не будут нуждаться в одежде? Несколько лет подряд, но только летом. Вы же понимаете, потому что зимой это сложно назвать одеждой. Да и летом-то не особо кто выйдет. Осмелится. Осмелится выйти. В Бойерке выйти, да? Ну и последний вопрос. Правда ли, что если на монтаже правильно нарезать твои ответы, то можно получить еще несколько интересных слухов о Виагре? Это вот сто процентов правда. Ева, давай поговорим о твоей жизни вне сцены. Откровенно. Да, откровенно. Я вот узнал недавно, что мы с тобой оказываются земляки. Да? Да, это правда. Луганская область. Город Свердловск. Близко. Ты тоже из Свердловска? Нет. Но рядышком. Рядом, да. Ну где-то километров 200 от Свердловска, Алчевск. Но тем не менее, Луганская область плодовитая была в то время, да? Вообще мало кто знает, что уезжала из Свердловска Яна Швец, а в Киев приехала Ева Бушмина. Да. Вот так случилось. Вы провели расследование. Лёха. То, что ты поменяла на другие три буквы, понятно, почему Бушмина? Бушмина. Это фамилия девичья моей мамы. Вот так что она мне не переживает. Имеет отношение вообще к твоему роду. Имеет отношение, да. Я, кстати, приехала в Киев еще в таки Яна Швец. Ева Бушмина и стала только на фабрике звезд. Ева, но при всей нашей, скажем так, настырности, настойчивости твоей открытости, есть в любом случае тема одна, которую ты предпочитаешь не открывать. Это тема твоей личной жизни. Я тебя, честно говоря, очень понимаю. Да. Спасибо. Хоть кто-то меня занимает. Так вот, мы решили, скажем так, тебя не напрягать, выражаясь, да, там, таким нашим языком, и просто пофантазировать, как могла бы ты себя вести, как могла бы вести себя Ева Бушмина, если бы ей пришлось знакомить своего парня с родителями, которые живут, ну, в очень тесной квартире, в очень маленькой. Воскресенье с кварталом Сейчас, сейчас. Проходи. Мама, хочу тебя кое-то с кем познакомить. Ты что? Все, все, все. Здрасте. О, Боже. Ну что ты, ты же всегда говорила, что хорошего человека должно быть много. Да, я говорила, да, только этого человека килограмм же на сто больше, чем надо. Юрочка, ты где там, в кабинете? Выходи, дорогой. Папа. Папа, познакомься. Это мой новый парень. О, Господи. Папа. Который съел старого, да? СМЕХ Кого-то вы мне напоминаете, извините. А, точно, мы же вчера на работе точно такой же шкаф двигали. СМЕХ Идеально друг другу подходит. Но смотрю я на вас, и все больше верю в теорию Дарвина. Юрочка, ну перестань. Евочка, доченька. А как же вы познакомились? А, я ехала на работу и врезалась ему в зад. О, Господи. Да не переживай, у меня немножко бампер погнулся. А у меня на заду синяк, и все. Значит так. Слушай меня, громозека. Мою девочку обижать нельзя, понятно? Потому что если ты будешь ее обижать, от нее мокрого места не останется. Ну, папа, ну что ты такое говоришь? Адам мне однажды жизнь спас. Да? Боюсь даже спросить, что это как. А Ева в бассейне начала тонуть, а я прыгнул. Да, и меня волной прям на бортик вывел. Спасибо вам, Адам. Евочка, Евочка, а помнишь, ты хотела собачку? Так вот, мы с папой согласны на собачку, не надо этого слона. Скажите, Адам. Да. А вы детей любите? Ой, да, очень. Ну это хорошо. Слушай, может мы ему младшего отдадим, и он уже пойдет отсюда? Адамчик, он хороший, он животных любит. У него собака, рыбки были. Да. Меня больше всего пугает слово «были». Мама, папа, вы не смотрите, что он такой большой. Да, а если что, я могу и на диету сесть. Ага, да. А ну конечно, только вы, Адамчик, если будете на диету садиться, вы смотрите, ее там не раздавите. Нет, в общем, вы как хотите, но он будет жить с нами. Да. Ева, если он будет жить с нами, то нам жить будет негде. Извините. Это хорошо, мать, что мы еще с тобой туалет с ванной совместили. А то наши удобства причинили бы вам одни неудобства, так сказать. Адам, я конечно извиняюсь, вы простите, может немножко некорректный вопрос, но я все же спрошу, вы простите меня. А вы храпите? Ну, да, иногда бывает, но... Бывает, да, ну тогда мы вас, извините, конечно, мы вас возле несущей стены класть не будем. Это хорошо. А ничего страшного, я неприхотливый. Я могу и в коридоре, могу на кухне. Ну да, ну да, и в коридоре, и на кухне, а голову мы в детской положим. Так, я пришел сюда просить руку из сердца вашей дочери. О, господи. А давайте, может, я вам ходить и куриных пупочков пожарю и разойдемся. В общем так, если вы не хотите, чтобы он жил с нами, тогда я переезжаю к нему. Да. А ты думаешь, там вам вдвоем будет не тесно, да? А чего там будет тесно? У меня, между прочим, загородный дом с гаражом, с бассейном. Так, все, я собираю вещи. Давай, собирайся. Уезжаем. С гаражом? С бассейном? С гаражом? Да. Мать, я тоже переезжаю, извини. Подождите, а я тогда вообще чувствую. Юга, я тоже переезжаю. Что вы там хотели, руки и сердце, я бы точно попросил. Браво. Воскресенье с порталом. Друзья, сегодня с нами была замечательная и веселая девушка Ева Бушмина. Ева, может быть, что-то зрителям на прощание хочешь сказать? Ну, не совсем на прощание, просто хочу сказать, хочу пожелать даже всем счастья, любви и хорошего настроения. Вот и все. Красиво. Я готовилась. Да, сегодня наша программа уходит на летние каникулы, поэтому мы с твоей помощью хотели бы, как сказать, попрощаться, ну, не попрощаться, а сказать до свидания зрителям, да, с помощью твоей песни. Не твоей песни, а песни, которую ты хотел бы спеть. Да. Ну, я бы предложила вам спеть песню морального кодекса «До свидания, мама». Мне кажется, она прям идеальна. Идеально подходит. Главное слово «до свидания». «До свидания», это главное не прощай. Почему бы и нет? Ребят, слова Ева, закон. Поехали. Слышишь, не слышишь, поймешь, не поймешь, мне все равно, почему ты орешь. Если сумеешь сейчас промолчать, то удивишься, мне есть что сказать. Может, не будешь и дальше так жить, заживо будешь себя хоронить. Выбор отличный, но только не мой, я разберусь со своей судьбой. До свидания, мама, до свидания, мама. До свидания, мама. До свидания, мама. До свидания, друзья. До следующей встречи в новом сезоне. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok